Всем привет! Я Женя Синельников. Профессиональный путешественник. Я объехал весь мир, побывал в 110 странах. Холодно, капец. И, наконец-то, начал путешествовать по Украине. Где красиво. И знаете, чем дальше я еду по своей стране, тем больше убеждаюсь, в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы приехали во Франковск. В Ивано-Франковск. Как легко догадаться, город назван в честь Ивана Франко. Но не является родиной поэта, как вы могли бы подумать. До 1962 года город назывался Станислав. А еще раньше Станиславов. Но это все информация из интернета. Вот какой он на самом деле, Ивано-Франковск, знают только местные жители. Давайте же поспрашиваем. Для того, чтобы узнать, что стоит посмотреть в каждом городе, я буду спрашивать об этом у местных жителей. Посещу все места, которые они посоветуют, и выберу пять самых интересных, по моему мнению. А можно вам один вопросик задать, чтобы подивитесь? Яких вот пять месяцев нужно посмотреть в Ивано-Франковске, чтобы понять, как и Ивано-Франковск. Где фишка города? Здесь, здесь, в Буковель. А еще куда сходить? Вот вон. У меня трое детей. Подскажите, чтобы подивитесь. Зоопарк, то нехай будет в Николаеве. Есть там что? Что покажем? Хорошего вам снега. Поратьте, куда сходите? Вот я ремчая. Шевелик. Треба задумайтесь. Пришел, мне всю малину сбили. Кальяна, вот тут сзади вас. Там есть трупы. Мы на автомобиле, мы заедем. Спасибо, хорошего дня. Ночной клуб. Ночной клуб – это фишка, конечно. Но мы пока по туристическим достопримечательностям пройдемся. На ратушу можете подняться. Ратуша? Чтобы подняться, тут ратуша. Ратуша тут есть. Очень хорошая ратуша у нас. На ратушу звать? Да-да-да, интересно там. Ратуша. А, ну и ратуша. Ратуша – единая споруда в Украине святого призначения, что имеет позолоченный купол. Поднимайте, пожалуйста. Ага, дякую. А правда, что там настоящее золото наверху? Нет. Нет? Как это нет? Дякую. С самого начала и такой облом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, и уже здесь. Хе-хе-хе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересно. Ну вот как с ним работать? Дайте я уже поднимусь, посмотрим, что там наверху ратуши. Одни приколы у вас. Подъем на ратушу – это уже маленькое приключение. Разные двери, лестницы и другие неожиданности. Ух ты, иди сюда. Здесь реально прикольный выход. Иди сюда быстрее. Ого. Ого. Фух. Согласись, тут колоритно, да? Ори, как круто. Сейчас туда полезем с тобой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, красиво. Весь Ивано-Франковск. Птицы летают, люди гуляют. Красиво. С ратуши хорошо видно, что Ивано-Франковска очень активно строится. Краны, 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 краны. Вот просто весь горизонт в кранах. Ого, день же сколько. Посмотри, сколько мелочи. Да, на кофе можно насобирать. Да тут не только на кофе, тут на машину лежит. Посмотри. Просто по всему кругу лежат деньги. Круто. Глядчик, ты расстроился, что невозможно подняться к золотому куполу? Ну, если честно, да. Это обидно. Давай взлетим и посмотрим. Надо лететь. Надо лететь. Подскажите, будь ласка, там всякие гроши лежите. Вы их сбираетесь? Ага. Я не один такой хитрый и умный. 50 копеек. День не прожит зря. А вот знал бы прикуп… Хайбы соби забирали, хай бедни пидуть заберуть, но небезпечно, потому что у тебя больше остается наша ответственность. То есть если я прийду с венечком и совочком… Так. Раз-раз-раз. Раз-раз-раз. И на обед себе насобирать. Вернусь еще сюда. Так что приходишь. Дякую. Класс. Официально можно. Класс. Найгарайше – это в центре. В Франківском нужно просто пройтись. В улице Шевченко, яка пешохидная, там можно пройтись, там очень затишно. Ну по центре само собой погулять. По центру гуляйте, смотрите. По центру погулять? Ну вот центр вместе, я даже не знаю. Погулять по центру я всегда за. Тем более, что весь центр Ивано-Франковска пешеходный. Без машин и рекламы. У меня челюсть отвисла, друзья. Тут прям… Все отреставрировано, все дорожки ровные, все дома поштукатуренные. А еще я заметил одну особенность. На домах очень много разных лиц, фигур, барельефов. Выглядит впечатляюще. Глеб, Глеб, ну посмотри на меня. А, нет, у тебя нормально. Потому что у меня… Мусик, за бородой не видно. У тебя как челюсть нормально, не отвисает от города? Ну я ее поддерживаю, да. Но здесь неожиданно хорошо. В точку. Я понял, понял, сформулировал для себя, что меня так удивляет в Ивано-Франковске. Посмотрите вокруг. Нравится, не нравится стиль. Немножко обшарпано, не обшарпано. Но все равно все сделано, все ухожено. Нету так, что вот здесь вот красиво, а вот здесь зеленый забор. А вот здесь щебенка лежит, а тут опять красиво. Ивано-Франковск, блин, ты крут! Вау! Вы еще можете в церковь зайти? А в церковь можно было бы и зайти. СНЕМЕЦ 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 Кто это? а сколько нужно найти 7 монеток и что будет нам счастье да деньги я знаю раз два три а вот это вот уже пытались даже достать четыре под глебом вот пять одна еще при входе шесть а вот и 7 вот такой я люблю когда не надо ничего делать а становишься богаче сейчас я разгонюсь да все пойдем дальше я не могу понять ивано-франковск это что самый продвинутый город украины молодцы глебчик подожди секунду я щас вернусь ничуть не хуже чем европе если вы не находились по городу по центральной части вот пожалуйста улица шевченко километр 200 пешеходного пути мало того что центр весь пешеходный так улица тараса григорьевича шевченко вот длиннючая полтора километра через весь город тоже пешеходный получается прям пешеходный город класс но народ все равно ездит витте улица ведет из центра города в парк шевченко урбан спейс 100 урбан спейс 100 это заведение в центре города здравствуйте я женя привет класс очень неожиданно что мы здесь с вами встретились ладно на самом деле я знаю про урбан спейс 100 потому что я из киева в киеве есть урбан спейс 500 но они то возможно не знают расскажите где мы что мы почему урбан спейс 100 потому что у нас нет ни одного засновника а я целых сто співзасновників и киеве поворотно вклали по тысячу долларов у створение целого заклада нецессовно был открытий ресторан співзасновники не отримать жодного пробитку від цього закладу але отримать право обрати на які проекти фестивалі конференції зустрічі розмонітні таки щось можуть змінювати місце тече майданчик у просторе ну така фестивація у нас торговий на місце знову просторачу то есть 100 людей скинулись по штуки баксов сделали кафешку и денег с этого не получать они просто давайте сделаем дорогу вот деньги с кафе круто прикольно а в киеве урбан спейс 500 это 500 человек концепція та соматика там 500 співзасновники які палиться по 10 доларів і вони відкривались в новом городе глеб покажи ж насколько оно популярно что ж мы на фоне кассы стоим вот тут красивое кафе красивые девчонки давайте мы развернемся вот так же красивше или нет вот я знаю что вот это такое а це урбан спейс радео а радео не є коммерційним також політика черги тематика і відповідно фінансується в основном з екрантових надходжень або за входжень бізнес-кільноты яка хоче підтримати таке незалежно вы блин делайте фасады домов вы за повітрям ну то есть это более глобальные вещи чувствуйте себя глобальными супервумами я особисто чую скорейше гордость когда рассказываю про урбан спейс то то я пишаю все тем что я зван франківський пишаю все тем что у нас есть урбан спейс то я дуже пишаю все тем что я тут працюю влитку корреспондент журналіста ведомого журналу форбс просто зайшов був урбан спейс по снімке він ехал в гору відпочивати побачив концепцію на меню написано наша місія ресторана ему сподобалося ось так випадково про урбан спейс то про платформу тепло місто написали в форсі тому це спокойно суть мило то це енергетика бути утримаєш вона якраз тебе стимулює працювати і рухатися даліше девчонки із форбс это круто я познакомиться з девчонками із форбс друзья урбан спейс то открывается в 6 утра когда приїжджает поезд із києва это единственное заведение де нужно позавтракать в 6 утра прозвучало на правах рекламы есть ощущение того что классное дело делаете что делаете город лучше что каждый день возвращаясь домой не зря ли я проживу этот день блин не зря да класс решить что треба обовязково съесть и кроме франкевский снайданок и урбенбургер обовязково старячий бюкет и блин была бы у меня тысяча долларов я тоже поучаствовал да а какие города есть плана да 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 и зараз мы идем на скид Украины а саме на Маріуполь и я сподіваюсь что дуже скоро вы почуете про старт компанії зборозьких заслонників зафорожье там прям нужны такие места вот вы можете звертаться франшизы у нас на сайт есть все описано и аппликаційная форма яку потрібно заполните и мы почнем взлетать такое место для франшизы скажите туда что ссылка ссылка будет в описании а посылание будет в описании вот тут внизу пейли до кармечки ось это ивано-франкевские мейкеры это шуфля та буфица они виготовляют ось такую продукцию можете поделиться с и 4 а также разные футболки святшотина магнітики это инициатива по реставрации старовинных дверей в и вот кошки от этих магнитных и идуть на эту организацию франкевскую нужно беречься сухой а звитки у франкевскую так так много цикавых и чаревных дверей а у нас старовинное место то то багато есть спащины австрогорской и польской ось ну так много дверей дед носкарт отримані від продажу шкарпета кошки будуть выкорослены для реставрации старовинных дверей блин вы крутые черт побери крутые так мус это тебе это нет с дверями давай глеб это тебе и я себе возьмусь дверям носками поддержим его на франкопс да давайте класс 80 процентов сгенерованного прибутку направляемо на підтримку аргуматических проектов в ванна франківську очень просто и гениально в каждом выпуске мы определим среднюю цену борща в городе я найду самый дорогой и самый дешевый борщ попробую их и поделюсь с вами своими впечатлениями ну что по борщи самый дорогой борщ я нашел в ресторане франко 95 гривен сейчас его принесут брыщ пожалуйста брыщ брыщ вот он красивый красный с зеленушечкой сметанка отдельно две пампушки чесночная намазочка и порция прям но извините меня такая гуцульская прям наестся можно легко приступим куски мяса большие так много буряка очень наваристый капуста морковка порезана такими большими кусками и все эти большие кусочки не примут хрустят прям хрустящий борщ класс кусочек мяса возьму мясо такое тоже упругое приятная твердость мяса но не не превращается в кашу прикольно сладкий сладкий его можно подавать как десерт красивый вкусный со сметанкой и пампушками в хорошем месте что еще сказать красота а самый дешевый борщ я нашел в кафе бас кирвин всего 10 гривен пампушечка в сумму не входит это я себе позволил конец сезона думаю две гривны доплачу а сам борщ вот красивый разноцветный морковка желтая свекла красная картошка средняя пробуем очень неплохо кафешка непогана и дешевая а всегда такая очередь стоит вот прям очень много людей круто но на самом деле в самом центре города вкусно дешево почему нет вот мой обед экономный дешевый а вот глебчик себе набрал меско супец салатик дешевый борщ лайк и того средняя цена борща 52 гривны 50 копеек парк шевченко парк шевченко парк шевченко памятник великий и меня в семьи великий в семьи вильный новий не забудьте помянуты не злым тихим словом парк шевченко что сказать красивый ухоженный парк с хорошими велосипедными дорожками с красивыми деревьями утками знаете под конец сезона с парками как и с борщами тяжело подбирать новые эпитеты красивый большой ухоженный ну прикольно одним словом тут прям ухожено так что даже хочется к чему-то придраться а как-то аж не по себе смотрите какие классные лавочки прям шезлонги поваляться повтыкать на озеро класс жаль сейчас не сезон парков думаю летом когда все зеленое все цветет тут прям огонь класс нашел минус аттракционы старые и реально прям даже выглядят страшно доброго дня а дайте нам будь ласочка два квиточка на колесо обозрения безопасность проверено да доброе но если сказали безопасно вот это колесо да тогда идем идем а какого года колесо не знаете но безопасно да безопасно не знаю сегодня еще не катался никто ой стремно никаких тебе кабинок никто не пристегнут ну то есть вот выпасть расплюнуть а довольно таки высоко класс а вон и озеро сейчас мы продолжим там называется она просто городское озеро судя по всему любимое место горожан для занятий спортом а давно ты сбуду вала цей парк в системе тоже а что тут у вас в ванно-франковску багато людей ездить на самокатах на самокатах ладно добрый дякую бывайте пока здоровом теле здоровый дух класс да 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 остров коханья но только с операторами режиссером дамите на остров любви тут все в сердечках и этого прям так соус вид пришел бы сюда женой конечно посидел бы здесь на лавочке все молись бы в интернете я нашел музей который ну лично мне показался интересным поедем посмотрим здравствуйте а ты кто педручий ага мой музей входит в пятерку не скучных музеев украины я украинец и я украинец у меня тут даже японец был из японии мое подверье займаю в месте первое место вот эта садиба и музей первое место а я володю еще понад 20 профессия вот музей сам сгуду вавилю он сам сгуду в хату сам сгуду в но як сам братом это так то пида и родился ялинка у нас справжня бачка баба ёшка там вот фортеця взрезали гилки черешня пала сволочь розвалила плюпорта ну а ти шо запамятал да не впади я уже років п'ять не був у місті в центре тебе як звати ты казан хліб мене звати хліб то рідкісне имя хліб так оцей домик маленький шо це думаешь колодязь не коптильня я умею кавбаси робиться кожен день пяти стою і працю я пенсионер не банкир і ти не банкир і не будешь банкиром а жаль хліб от ті дві санки з ними отам гранжоли 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 о я з сім'ї де було семеро дітей я п'ятий як ленін щоб ти знав а хто тобі сказав про мій музей журнал фокус который сказав пятерку самых нескучних музеях ну как пропустить такой музей музей родинних професій такого музею нема нигде все придумав сам 150 професій нашої родини за останні 210 роки пайдемте ж дойдем до музею подивимось що ж за музей вас такий я сам той чоловік я журналіст арман фабрика який 30 років тому у цьому місці Івано-Франківську започаткував телебачення што ви говорите у як багато всього я не можу стояти так 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 звичайно я також перестаю на дворі з тобою роздивись першим класи музыкальні інструменти і піли і ікони і вон шляпи шлеми мотоцикл шлем шо тут у вас за професій да а ты читай список авиамеханики авиатехнік автомобілісти автослюзари агрономи акумуляторники а бондаріця на бандоніки шо грають це шо бочки робить на пиво на капусту бочку кстати моя первая професія ну первый может киномеханік потому что я школьником выучился на киномеханиках я устроюся на 40 рублей не эти деньги а еще те киномеханикам а в субботу в субботу крутил танцы музыку ну не было магнитофонов а пластинки на еде же дети ну такие уже подростки я механик по самолету я цеплял атомные бомбы на самолет повесили круг сделал и обратно мы отдали уже все ягодные оружие я в Оркуте был на шахте шахтер не уголь добывал а заряжал аккумулятор под землёй на километр в глубине и повезли в Барнаул это Алтайский край столица Алтайского края Барнаул и там я закону с отличием авиационную школу 48 военную механик реактивно бомбардировал а какой у вас вот самый уникальный самый для вас дорогой экспонат в музее для меня все дорогие нет нет такого я так понял что вас внесли в пятерку самых нескучных музеев именно из-за вас потому что вы наполняете каждый предмет истории я вот все трудом вот этими руками поэтому я и ходить уже не могу а я не показываю это как трудовую книжку потому что ты шо мне ревизор как ревизор как ревизор такой музей где вы если готовы прийти послушать приходите я знаю только то что это старый завод дальше давайте разбираться рассказывайте где что так почему что это вообще такое у нас в центре места багато таких серых зон и власно одни из них я комприлет и тут выготовлялся газовые лечильники нам провели небольшую экскурсию здравствуйте а вы працюете на заводе или на промприладе уже реноваційном не на промприладе вы еще работаете лечильники или парасольки лечильники есть парасольки ранее когда в лучшие свои часы то промприлад экспортировал свои лечильники в 68 страны века а поскольку тут працювало там около 5000 людей так то тут фактически зародживалися целые семьи люди тут досі працюють люди які працювали тут по 40 по 50 лет а тут была своя футбольная команда своя газета своя радио своя кинотеатр а зараз шо тут зараз пилотний поверх це є зразок того що буде на 38 тисячах метрів квадратных тут будуть інкубатори акселератори дитячо-розвиткові простори фермерський ринок европейского зразка ренді центр який вже у нас зароджується на на фронт киеве цим справеді можна побачити в нас на макеті це власне наш макет який розробляла архітектурне бюро форма скейла можете здогадатися де ми зараз є вот я пытаюсь но наверное где-то здесь власна вулиця сахара тут припортували машину а ми ось тут нашим уникальним идеей в тому що будь-яка людина може стати частиною цього проекту якщо пласть суди від тисячі грубо говоря вы делаете такое место в котором будет большой бизнес тут же маленький бизнес тут же гостиница тут же я смотрю ресторан тут же дети ну то есть просто эпицентр для всех так дрібнота освітній експериментальний цех тут насправді дуже гарний простір для дітей вони працюють в кількох напрямах це є наука бізнес та архітектура відповідно є відповідні школи для різного віку дітей і от вони навчаються тут всьому тому чого їх навчають в школі молодцы смотрите тут прям на продакшн є не будем заходить в следующий раз обцех коворкинг для митців тут будь-який художниць митець може прийти сюди роздавати собі місце і цю попрацювати Вітальчик Доброго дня нам сказали що це у вас десь коворкинг у нас більше коворкинг це місце куди люди приходять попрацювати так це більше офіс але він такого відкритого типу тобто будь-хто будь-який митець може прийти їм і з вами тут помалювати навчити їм чомусь тут зараз ігра змалюють вори і весь проект пов'язаний на любов до гір можна сказати клас дякую не відволікає окей Ох тут взагалі неожиданна просто лабораторія смотри що тут у вас відбувається? ми вводимо Україну в топ-стран по технологій і технологіччям як зеленая енергія спасибо це дуже потрібно так ми, да ось, ну, ми зараз знаєте, це елементи наші протомінатори вже їх можна, знаєте, як в Теслі їх там 10 тисяч штук таких пальчикових батареї можна собирається, вже їздити на електромобилі можна на атомних електростанціях можна на атомних електростанціях використовувати як акумулятор ну, собственно говоря тут у нас один апарат такий он тестирує круглосуточний так, круглосуточний разряд царяд царяд т.е. в прямом смыслі слова украінський Ілон Маск? ну, це вже прицепили ну, у них свій путь не розповідаю почему Ілмана Франковська? це волонтєрський у мене такий проєкт вищий для город будущих здесь, в зі Ілмана Франковська я вже перший участок купив у нее там город тут ще починали фактично сьогоднішого вида строїть це стартап містечко всіх таких хайтерів віков ну, так, відстосуню міру буду сюди звозити ну, приглашати тут ми, собственно говоря будемо потребувати вороги там в біології тому що проблеми здесь не там ми вороз доставили ну, так я думаю ну, показуйте, що там у вас прошу заходь, будь ласка тут відбувається якраз процес воріння тобто тут є своє крафтове пиво так, так ось тут тут пиво, так? так, тут готове пиво ну, можемо скоштувати якщо є пожарок можемо, звичайно секундочку Глебчик, сядеш за рульом? а у меня есть варианты? а нету бы нету офіційний труботворник для того, щоб брати трубу немецкий солод ну, так і українська любовь це Абон Эд мы находимся на старому заводі который когда-то выпускав парасольки как ви называетесь? как вас найти? пивоварня Мольфар Брэвери это наш мюкстаут молочный стаут очень нежное так постараемся по-моему, это очень круто из научной лаборатории в пиво так, это куда мы пришли? Мухамми Байклин керевник ресайклинг-студии перерабатывайте ну, не только перерабатываем мы больше дослеживаем и больше попробуем чтобы второго раза было ценным продуктом много франківцев уже долучилось на таком маленьком помещении мы это делаем и в планах есть еще что-то больше проходите ух ты как это работает? он работает как 3D принтер что-то такого самого типа только он увеличен и не имеет основы которая двигается а это руки которые работают просто покажу еще как оно тут он разбирает пластик и далее выходит такая пластиковая нитка мы разговариваемся с новоречными такими сувенирами игрушками чтобы можно было пописать на елынку пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас каждой пластиночкой радует нас Глеб я обратил внимание что в каждом городе мы знакомимся с интересным человеком ну было такое поро и сейчас познакомимся вау Евген Виктор что это за место? и почему нам с тобой стоит познакомиться? ну по-перше мы находимся на репетиционной базе гурта Коралли это хлопцы которые организовывают максимальное тримбитание в истории Украины которое будет происходить завтра завтра мы будем устанавливать рекорд Украины как сказать по тримбинью по тримбитанию 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 так людей же надо я не уверен будем пытаться научиться давайте я может из разных инструментов покажу цей инструмент называется флойера у меня нужно сделать гортанный звук похожий на горловый спир а можно я попробую? так звичайно в чем секрет? я чтобы выделил первый раз звук просидев години четыре да? нужно правильно скласти губы но это не просто у нас правильно зараховываю ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха волинка так это инструмент который русский называется волинка как вы забрали в Шотландию это их национальный бренд это прямый бренд так они даже задают такой тренд вот в этой традиции то есть все они хотят быть похожи на шотландцев но Гуцулу на самом деле мастер который делает эти инструменты не знал недавно что в Шотландии есть такие инструменты и еще в шотландцев шитые мешки в основном или уже современные гортексы а это сделано из козы почему шкира знята цельною это были ее ноги одна нога другая нога и тут была шия козы вот и это зашивается разом впервые в жизни надеваю козу водить козу водить мы короче пришли козу водить так неожиданно вдруг сама начала играть звук издать легче но красивый уже сложнее это латунь бывает из лежных палок когда нет материала на отсутствие это называется танцевка цей инструмент может там один-два максимум три звуки здесь видать тромбита уже играя мелодию на фоне всего сигнала а ты не догадался сразу же что нужно было сделать тише громкий инструмент раз ступ увеличивается и увеличивается звук что тут непонятного гляб не сложно сейчас а на тромбите тоже так сложно на тромбите я думал что его называют музыкальным инструментом ну как бы то есть это сигнальная труба ну это правда это сигнальный инструмент но каждый сигнал это какая-то мелодия это не можно просто один звук видать каждый сигнал имеет значение або это сбор або обед або то девочка загубилась залишилась ця тромбитна мова так ну я думаю что % так может 20-30 залишилось ой я начинаю волноваться завтра все-таки рекорд украины серьезное дело надо не облажаться будут тромбари з гир які вміются робити если что они попробуем о нормально с каждым разом все легче и легче вот уже я раз и надо дунуть хорошенько обязательно нужно дунуть иначе чудо не произойдет фух друзья перед вами выступает ансамбль домолучшенцев на этой ноте прощаюсь прощаюсь так так Ну что, пойдем? Устанавливать рекорд? Легко. Ой, извините. Сколько людей. Я думал, честно говоря, что будет 100 кремпетеристов и ты. А тут прям посмотри. Да, тут мясо. Вибачте, подскажите, будь ласка, где реинструватися? Вибачте, подскажите. Дякую, дякую. Вибачте, подскажите, 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 подскажите. Этого беспредела. Вибачте, подскажите, подскажите. Вибачте, подскажите. Давай спросим, подскажите. Что у меня не выходит? Что у меня... У вас так файл? Вибачте, подскажите. Не буду вам переводить, не надо вам это услышать. А ну, протестируй, может у меня тримбита плохая. Вибачте, подскажите. Класс! Класс! А вот, кстати, организатор всего этого мероприятия. Мы не будем его отвлекать. Нам же мероприятие интереснее, чем организатор. А можно с вами тоже сделать фотографию по центру, чтобы белое пятно было? Тримбитяри? Или вы первый раз? Профессийный? Да, первый раз. Значит, мы с вами одного поля ягода. Хочу всех привітати от имени редакции Книги рекордов Украины с сегодняшним святом. Рекорд будем рееструвать таким чином, что все тримбитеры будут тримбитовать в тримбите, в роги. И мы перерахуем их количество. И после этого мы скажем, что зафиксировали рекорд. Давайте поаплодируемо всем, кто долучился до нашего гучного и запального действия. Будем начать. По моей команде «Слава Украине» мы начнем установление тримбитания. Слава Украине! Рекорд Украины установлено! Зібрано разом 146 тримбит и карпатские трохи. Рекорд Украины установлено! Питали! Рекордсмены! Слава Украине! И благослава! Все не могу уже. Ну а после рекорда было еще торжественное шествие по городу, чтобы все услышали и увидели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТОМЕТРОВКА 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 это центральная пешеходная улица. Все советовали прийти сюда именно вечером. Ивано-Франковск в этом году очень красиво украшен. Ну, сами посмотрите. Светится все. СТОМЕТРОВКА 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 В Ивано-Франковске 230 тысяч населения. И мне кажется, все 230 тысяч сейчас здесь. СТОМЕТРОВКА СТОМЕТРОВКА Не знаю, как у вас, а у меня новогоднее настроение плодилось. Люди танцуют, музыка, огонечки. Снега не хватает. Но и без снега ты делаешь свое настроение, а не снег тебе. И вообще со снегом завязываешь. СТОМЕТРОВКА Что прикольно, если вам не нравится шум и гам, пожалуйста, можно свернуть на соседнюю улочку и смотреть, как красиво, тихо и уютно. СТОМЕТРОВКА Выбор таксиста. Традиционно найти такси оказалось совсем непростым делом. Тук-тук-тук. А вы свободны? Не. А вы? Здравствуйте, а вы свободны? А мы хотим поехать вон там с ребятами в ресторан хороший покушать. Ресторан тут рядом. Посоветуйте, может, какой-то. Ну я не маю часа. Спасибо. Здравствуйте. А вы свободны? А отвезете нас с другом в хороший ресторан? Доброе. Всегда. Да? Ой, дякую ему, дякую ему. Хм, хороший ресторан. А який? А я скажу вам так. Вот мы приехали два туриста. Ничего не знаем про город. Так, чтобы вкусно было. В десятку. В десятку? Слышали, да? Что-то слышал, да. Даже советовали нам его. Вот. Давайте в десятку. Главное, чтоб там места еще было. А даже вот так вот? Главное, чтоб там места еще было. Даже еще, чтоб место было. Вот это наша стометровка, ярмарка. Снежочка не хватает. Ну, вроде бы, обещается. Со второй половины января много снега. Вы как раз смотрите это в середине января. У вас наверняка там красиво, много снега, а у нас еще дождик капает. Привет с прошлого года. Хорошая шутка. Ну что, таксист у нас на десяточку. Пойдем и десяточку посмотрим. Десятка оказалась огромной и забитой под завязку. Вы заценили сколько людей? Какая толпа сидит и ест. А это значит что? Значит, тут вкусно. Должно быть. А, тут все, смотрите, точечка 95. Хитрая. От завтра. Ооооо. Будь ласка. Мы же за кормом. Заметьте, не я это предложу. Невиноватая я! Он сам пришел! С наступающим! А вас с прошедшим. Оооо! Как тепло сразу же стало. Теплый салат с пачайным лососем. 99,95. Эскалоп с гарниром. Телятином. Порция 300 грамм. 109,95. А вот и самое дорогое блюдо. А в сорте ковбасах с гарнировкой. Порция 800 грамм. 199,95. Шара, плиз. Чайочек. Вед западу. Чайка КД. Оперативчик. Друзья, извините, а вас это тоже пригостили? Класс. Класс. Ой, западная, что ж ты со мной делаешь? Давай. Глебушек, нам принесли такой красивый хлебушек. Принесли мой журек. И принесли тебе суп дня. Но я вначале его попробую, а потом отдам тебе. Если он не вкусный. Если он не вкусный. Да. Извини, кадрани. Опа. Прости, мы вот просто… Как он называется? Креольский. Спасибо, Глеб. Очень интересный вкус. Томатный, но при этом не такой насыщенный, как гаспачо. Что-то среднее, такое легкое. Томатное, куриное, наваристое. Дело. Так, заберись и нормально опиши суп. Маленькие кусочки курицы. Вот она пощипана, пощипана. Нездоровый шмат лежит. Маленькие кусочки. Как оно такое вот, начали и куриный бульон, и в то же время какой-то томатный есть насыщенный вкус. В то же время он сытный, ты чувствуешь. И в то же время, ну блин, какой-то легкий, он как диетический. Как так получается? Ну я бы сказал, как говорится. На куричокомырках. Подоится шматочками курочки. Яйца пашота, там перец наваристое, томат. Клецки есть там. Видите, вершками заправляются. Клецки еще не видел. А вот это? Да, да. Вот это клецки? Да, это клецки. О, мне не удалось, что это курица. И курица тут. Спасибо. Боже, я забыл, что это клецки. Прости. Сверху, если посмотреть на этот журек, то кажется, что он такой рыжеватый, если честно. Но вот если ковырнуть, то ты понимаешь, что сам суп-то белый. А вот у него уже такой прям устойчиво мясной копченый привкус. Как хорошо, что тот суп у тебя. В Польше тоже такой подход к еде, как у нас в Закарпатье. Она должна быть сытная. Две ложки супа, и ты уже прям понимаешь, что ты потихонечку наедаешься. Очень вкусный суп. Рекомендую. Колбаски с филе курки. Ага, вот это. Свинина. Ох, он просто... Вот все вкусно. Зачем про каждое говорить? Это вкусно, это вкусно, это вкусно, это вкусно. Блин, вкусно. Класс. Респект. Тебе, таксист. За совет. Обычно в конце программы я говорю вывод о городе. Ивано-Франковск крутой, мне понравился. Но сейчас не просто конец программы, сейчас конец сезона. И мы уже объездили все областные центры Украины. И знаете, что хочу вам сказать? Украина очень красивая, интересная страна. Очень разная страна. Но в этом и наша фишка, что мы разные. Потому что даже, знаете, если бы все карандаши в коробке были одного цвета, картинка бы получилась уже не такая яркая. Поэтому, друзья, путешествуйте по Украине. Посмотрите на все эти классные места своими собственными глазами. Потому что если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательна, мы сами должны по ней путешествовать. Все, увидимся. Конкурс. Друзья, я читаю все ваши комментарии. И вы правы, уже очень часто я говорю слово прикольно. Прямо слово паразит у меня. Придумайте мне новое словечко. А самому смешному изобретателю нового слова паразита для меня я подарю приз от наших друзей. Хардрайт. Все, увидимся. Пока.